Итак, доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона с комментарием Малбима и в моей интерпретации. То есть это притчи Малбим и интерпретация Ицхака. Очень интересно. И дальше каждый воспринимает свою интерпретацию и в итоге, в итоге каждый живет в своей картине мира со своими притчами. Баруха Тодуй, Ной, Илейна Мераху, Ном Шакон Амиду. Так, все, все готовы? Да. Краткое содержание предыдущих отрывков. Мы остановились на том, что, значит, тот, кто изучает Тору, Тора в него входит, это как внешнее знание, хохма, божественная мудрость. Дальше она дает ему оздоровление для его мышц и наполнение для его костей. Дальше нам сказал царь Соломон, что мы почитали Бога из имущества и из первинок, первых плодов урожая. Дальше, и после этого наполнятся амбары с зерном и виноградники будут выплескиваться. После этого он сразу предупредил, что страдание от Бога, мусара-шем, то есть когда Бог тебя увещевает, не пренебрегай и не пренебрегай его увещеваниями, словами, когда он тебя чему-то обучает, не пренебрегай, потому что тот, кого Бог любит, он его увещевает, он ему дает какие-то знати, да, и как отец сына, которого любит, которого хочет, то есть он на него не забивает, не махает рукой, а он его сына этого наказывает, бьет, в угол ставит, чтобы сделать из него человека. Вот так же Бог, он некоторых, он наказывает, чтобы сделать из них человека, а на некоторых махнул рукой. Дальше говорится, счастлив человек, который нашел божественную эту мудрость, и счастлив человек, который, Яфик Тмуна, который, Твуна, который выдает, выдает вот эту сообразительность, да, изнутри, то есть логику свою, да, развивает, и умеет делать правильные выводы, причинно-следственные связи. Да, всем привет-привет. Дальше, в четырнадцатом отрывке, это было, потому что лучше товар ее, чем товар, который можно купить за серебро, то есть то, что ты с помощью божественной мудрости познаешь, это лучше, чем можно купить за деньги, и лучше, чем золото, сокровище и ее урожай. Вот мы на этом остановились. Вот сейчас мы находимся в пятнадцатом отрывке, мы находимся в пятнадцатом отрывке, и говорит нам царь Соломон, пятнадцатый отрывок, третьей главы, Якара и Мипниним, что дороже она, чем жемчуга. Божественная мудрость дороже, чем жемчуга. Выколь хафацеха лой швуба. И все твои хефец, это одновременно и желание, и предмет, но больше это желание. Все твои желания не сравнятся с ней. Все твои, имеется в виду, удовлетворенные желания. Что это значит? Значит, почему сравнивается, говорит Малбим, сравнивается Тора с жемчужинами? Он говорит интересную вещь, что жемчужины, они же рождаются где? В воде. В морской воде. То есть все в этом мире, оно имеет происхождение из земли, связано как-то с землей. А жемчужины, они вроде бы твердые, и это вроде бы как драгоценные камни их даже называют. Но по факту жемчужина, это совершенно из другой стихии она появилась, из воды. То есть там живет какой-то моллюсок, который попала туда песчинка, и этот моллюсок вокруг этой песчинки начал что-то из себя вырабатывать, какую-то слизь, она каменеет, и получается жемчужина. Это другая абсолютно история с другого мира. Также Тора, ее основа, она не в этом мире. То есть она как бы говорит об этом мире, она относится к этому миру материальному. Но ее корни, как Торы, да, это духовный мир. Дальше, когда человек живет в этом мире, то им руководят его желания. То есть я захотел кофе, глотнул кофе. Урок хотел провести, провожу урок. И когда у человека получается то, что он хочет, он испытывает в этот момент мимолетное удовлетворение. Но тут же как бы желаемое с действительным соединилось. И у него появляется новое желаемое. То есть у него пошли новые, следующий этап хочу. Только он получил то, что хочет, опять следующий этап. Причем интересно, что чем больше у человека реализованных желаний, тем ему сложнее жить, потому что ему хочется больше. И с каждым разом это больше, оно уже становится сложнее достижимо. То есть вот он привык к чему-то уже, к какому-то уровню. Хочется больше, опять надо лезть, опять лезть и так далее. Значит, но тот, кто тянется к божественной мудрости, то мудрость, она достижима. Вот у меня есть, например, это Мишлей из Дания с комментариями Веленского Гаона. А он совсем не как Малдым объясняет. Он объясняет с другой стороны, со стороны вот этих жемчужин. То есть он более был, как бы, менее связан с этим миром, Веленский Гаон. То есть он, Веленский Гаон, очень отлично сидел в закрытом доме, с закрытыми ставнями и полностью был погружен в мир Торы. А в день он выпивал чашку чая и съедал пару сухариков, и спал два часа в день. То есть он был совершенно полностью погружен, присоединен к другому миру, к другой реальности. И у него комментарии абсолютно другие, чем у Малдыма. У Малдыма комментарий идет, как это работает в этом мире, психология Торы. А Веленский Гаон, он говорит, этот мир вообще, какой этот мир? О чем вы говорите? Этот мир вообще он не нужен. Ну как, он нужен, но чтобы чайку попить и сухарик съесть. Все. Теперь дальше. 17-16 отрыва. Говорит нам царь Соломон. Орых, ямим бы, ямина. Справа от Торы долголетие. Долголетие. Орых, ямин, дословно, это продолжительность дней. Но это можно сказать и как долголетие, и как долгоднение, и как вечность. Потому что мы уже изучали, что в этих словах долгие дни скрыто, что у тебя есть и в этом мире, ты все успеваешь, если ты все делаешь правильно, то ты успеваешь все. И у тебя долгие годы, потому что если ты живешь правильно, у тебя долгие годы. И если ты живешь правильно по Торе, то у тебя есть еще и вечная жизнь. То есть, поэтому долголетие справа от нее, а слева от нее написано, ошарвыковод, богатство и почет. И тут очень интересно расставлены акценты. Смотрите, царь Соломон, который был мудрейший из людей, был царь, был самый богатый человек своего времени в мире, он говорит, смотрите, как идет. Да, ты получаешь божественную мудрость, да, ты знаешь, как все работает. Но что важнее, что у тебя в правой руке, а что в левой руке? Он говорит, в правой руке у тебя долголетие. То есть, важно жить правильно, важно жить гармонично, важно жить уравновешенно. Орах, ямим, долголетие, это в правой руке. Это главный акцент и главное намерение, к которому ты должен стремиться. А с левой, левая рука, она в ней держит менее важное. Тогда тебе придет богатство и почет. То есть, богатство и почет это важные вещи. Все в мире стремятся, это как потребность человека, больше зарабатывать, чтобы его уважали и так далее. Это потребность, естественно, человека. Долголетие, и это тоже потребность, но вот что важнее. Царь Соломон говорит, Орах, ямим, важнее. Орах, ямим, долголетие справа и слева богатство и почет. 17-й отрывок. 17-й отрывок говорит нам царь Соломон следующие слова. Он говорит, Драхея, Дархейном. Пути ее, пути приятные. Выкольны Теватея, шалом. И все ее тропиночки, шалом. Все. Вот это вот ключевая такая фраза, когда в субботу в синагогах читают Тору, в конце поднимают Тору и все говорят, это Тора, которую дал нам Муше. То есть, мы получили через Муше Рабейну. И повторяют вот эти два отрывка, что долголетие справа от нее, а слева от нее богатство и почет. И в синагоге, кстати, есть такая, как сгула, идея. Вы можете посмотреть, кто где стоит. Те, кто знающие люди, они так. Стоишь ты справа от Торы молишься, это значит, ты хочешь долголетия. Стоишь слева, значит, хочешь больше денег и почета. Я то справа стою, то слева. Я иногда так, иногда так. Хорошо. Значит, что значит пути ее, пути приятные? Как мы уже знаем, Малгем нам объяснил, что есть пути, это широкая дорога такая, да, магистраль. Есть дорожки, которые отходят от магистрали, это нативод. Теперь, когда человек становится на путь Торы, он говорит так, секундочку, значит, есть Создателю Мира? Есть. Он этот мир сотворил? Сотворил. Он человека создал? Создал. Сказал человеку, что надо делать, что такое добро, что такое зло? Сказал. Где сказал? Тора. Все отлично. Веришь? Верю. А что, если я верю, что будет? Надо соблюдать заповеди. Буду. Значит, будешь соблюдать заповеди, будет у тебя вечная жизнь. Веришь? Верю. Рай будет после смерти. Веришь? Верю. А потом заново воскреснешь. Веришь? Верю. Все отлично. Значит, это называется пути приятные. Такому человеку, который стал на путь Тора, ему уже приятно. У него есть мировоззрение глобальное и такой глобальный взгляд на мир, у него есть понятный, приятный. Я не умру, Бог меня любит. Вечная жизнь у меня. Все в этом мире, как бы ни складывалось, Бог за мной наблюдает, все мне поможет и даст. Все. Это называется пути ее, пути приятные, магистрали. Теперь, но дальше, дальше. Человек утром просыпается. Что делать? И у него целый день состоит из дорожек, по которым он идет. Тут надо заниматься бизнесом. Каким бизнесом? Какой работой? Как заниматься? Что делать? Дальше. В еда. Что кушать? Как кушать? Отношения с людьми. С кем общаться? Как общаться? С кем не общаться? Женитьба, отношения с женой, с детьми, с родителями, с этими. Миллион дорожечек, миллион тропиночек, где ты в каждой тропинке должен принимать какие-то решения. Теперь говорится нам так. Все тропиночки будут шалом. До этого мы учили, помните, тоже ключевой такой отрывок. На всех своих путях, на всех своих путях, на всех своих путях, познавай Бога, познавай Бога, и Он выпрямит твои дорожки. Значит, есть вариант, когда человек все время помнит о Боге, и он каждый раз задает себе вопрос. Все, а что Бог от меня хочет в мелочах, деталях и так далее. И если у него есть такое намерение, то он выстраивает свои все мелкие пути, даже сильное намерение, оно уже выпрямляет его дорожки. Но как проверить, есть ли у человека сильное намерение идти к Богу или нету? А проверяется очень просто. Вот он проснулся, и у него внутри есть разновекторные желания. Есть желание еще поспать, закрыть глаза. Есть желание встать и бежать на работу. Есть желание встать, посмотреть Инстаграм, Фейсбук. То есть разновекторные желания. Как проверить, он хочет Бога познавать или не хочет? Есть ли у него желание сказать сразу благословение? Идет ли он сразу в синагогу для того, чтобы помолиться Шахарит до того, как он все сделал, покушал там и так далее? Бежит ли он до Шахарита вмигу окунуться в источник родниковый, чтобы обнулить свое состояние и прийти на молитву уже чистым духовно? Вот вам, пожалуйста. То есть все проверяется через те действия, которые ты делаешь. Теперь, если есть сильное намерение идти к Богу, нам говорит царь Соломон, он выпрямит все твои дорожки. Если ты глобально, вот здесь нам в 17-м отрывке, если ты выбрал пути Торы, то тебе на душе хорошо. Ты уже радуешься в любом случае. Теперь, ну чтобы у тебя были все тропиночки, шалом. Шалом – это мир и шалом – это шлемут, совершенство. Тут надо постараться, то есть тут нужно в каждой детальке идти по Торе. Здоровье. Или ты идешь по Торе, или не идешь. Тора – это написано в Торе, что очень сохраняйте свои души. Что значит сохраняйте свои души? Вот есть целая книга Рам Ицкак, не помню, как его фамилия. Значит, он написал книжку «Здоровье по Торе». Все он соединяет, все, что в Торе написано, и все, что говорили мудрецы с последними достижениями медицины. Оказывается, медицина уже дошла до того, что говорили мудрецы в Торе, и медицина сейчас как раз подтверждает то, что нужно. Дальше бизнес. Отлично. Бизнес. Вот я сегодня взял книжечку «Красп» в синагодии. Вот есть книжечка. Это письма «Ответы Любавичского Рэбе». Видите, ответы на вопросы поколения. Письма «Путь к богатству». Да, такая книжечка. Вот берем, например, открываем по бизнесу. Чем мне сегодня заняться? Смотрим, открываем. Пишет человек, например. Там задает он какой-то вопрос. Рэбе ему отвечает. Так. Ну, в общем, и так далее. То есть, здесь целая... Вот, например, вопрос. Взять ли компаньона? Вот просто мне открылась глава «Взять ли компаньона?» Давайте я вам сейчас прочитаю, что Рэбе пишет. То есть, кто-то его спросил, взять ли компаньона или не взять. Теперь, если человек, он по-своему думает, да, брать мне компаньона или не брать. И вот он думает, да, красивый у меня компаньон или не красивый. Он какими-то своими критериями думает. Теперь, а что Рэбе ему ответил этому человеку? Раз Всевышний дал успех вашему бизнесу, зачем брать еще компаньона, говорит Рэбе ему. Зачем тебе компаньон, если у тебя уже есть успех? А если дело нуждается в расширении, постарайтесь расширить его собственными силами. Да будет угодно Всевышнему, чтобы расширение произошло в добрый час и принесло успех. И чтобы доходы направлялись на дела здоровые и радостные. И на все, что связано с торой и заповедями. Вот так ему ответил Рэбе на вопрос, брать ему компаньона или нет. Он говорит, зачем тебе брать компаньона? У тебя все нормально, так зачем? Понятно, да? То есть, и это называется тропинки. Тропинки будут шалом, потому что возьмет он компаньона. А я помню, вот Евгений Черняк, такой бизнесмен, и он говорит, вы знаете, говорит, 100 тысяч долларов делится на два легко, а миллион не делится. Вот не делится, говорит, я сколько раз знаю. Как только доходит до миллиона, вот не делится. И начинаются сразу терти-разборки. Пока 100 тысяч нормально, 10 тысяч нормально. А как в минус, обязательно каждый другому скажет, это из-за тебя минус. А если в плюс большой, так обязательно каждый скажет, я больше в него вложил. Это просто он житейской мудростью и Евгений Черняк, Тору не учил, но в бизнесе всю свою жизнь он именно подтвердил, то додумался до того, что Рэбе посоветовал этому мужику. Не мужику, а этому человеку. Хорошо, дорогие друзья. Все, давайте сделаем сегодня выводы, да, что мы выучили сегодня. А, давайте еще один отрывок и, не, или ладно, этот я, этот очень глубокий следующий отрывок, его мы оставим на завтра, потом, не на завтра, на воскресенье. Это следующий 18 отрывок, интересно, 18 числовое значение, цифры 18 хай, жизнь. А 18 отрывок в третьей главе, он говорит, древо жизни Тора для тех, кто за нее держится. Вот как, как это все связано, как это все структурировано, это просто удивительно. 18 это жизнь, а отрывок древо жизни, она для тех, кто за нее держится и кто ее поддерживает счастлив. Это мы оставим на воскресенье. А сегодня давайте подведем итог. Значит, Тора, она более дорогая, чем жемчуга, потому что она из духовного мира. Хотя она относится, она драгоценный камень в материальном мире, но она из духовного. Дальше. Тора нам дает, и лучше она, чем все твои желания, потому что твои желания могут тебя привести даже при их реализации. Потом они могут тебя привести к большим проблемам. А при нереализации они тебя приведут к тому, что ты будешь чувствовать недостаток. А Тора, там нет нереализации, там нет недостатка. Там все, что ты учишь и постигаешь, мудрость. Я сейчас вспомнил одну, я видел цитату, буквально там, ну в какой-то психологической книжке, как пришел один писатель, там Курт Ваннигуд, еще какой-то писатель, пришли в гости к какому-то миллиардеру. И один этот Ваннигуд спрашивает второго писателя, говорит, слушай, говорит, а вот у тебя какое чувство сейчас, что вот он за вчерашний день заработал больше, чем ты за всю жизнь? Что ты сейчас чувствуешь? Он говорит, а мне все равно, говорит, у меня есть то, чего у него вообще даже близко нет. И то, что есть у меня, оно всегда со мной, а то, что есть у него, это не его, потому что оно не с ним. А он говорит, а что это? Он говорит, у меня есть моя мудрость, которую я заработал за свою писательскую карьеру. А у него есть столько денег, которые он их, ну он их не держит, они где-то там. А он, как бы, он просто, они есть и есть он. А у меня есть мудрость и есть я, оно во мне. Это говорит разные вещи. Понятно, да? Теперь, значит, так вот, Тора, она лучше, чем жемчуга, и никакие твои желания не сравнятся с ней. И, значит, справа от нее долголетие, то есть ты с помощью Торы и мудрости, ты получаешь долгоднение, долголетие. То есть у тебя и дни долгие, и все ты успеваешь, потому что все успевать нельзя. Я вчера встречался с одними людьми, очень известный в шоу-бизнесе, миллионы подписчиков в Инстаграме, там миллионы, миллионы. То есть вообще, и вот я вижу, что они говорят, у нас нету времени, у нас нету времени. У них главное слово, нету времени. Мы просто вот такие расплющенные. То есть, а зачем вам тогда вся эта слава, деньги, если у вас нету времени, и вами управляют события, а не вы управляете событиями. То есть вы вынуждены все время делать кучу вещей. Чем это отличается от рабства? Это ничем не отличается от рабства. Долгоднение, это когда ты успеваешь делать все, что для тебя важно, что для тебя не важно, ты не делаешь. Ты управляешь своей жизнью. Это можно получить только через мудрость, только через тору. И значит, а слева идет богатство и кого-то. Но как нас учил царь Соломон в Каэлите, в Экклезиасте, лучше говорит каф, это как ложечка такая, бенахат, но чтобы тебе было удобно. Мимло хафнаем, чем целая охапка, беамаль ураутры уруах. Когда ты перетруждаешься, и тебе плохо от этого. То есть он говорит, какой смысл в охапках, если тебе плохо, лучше, говорит, чашечка маленькая, ложечка, но чтобы тебе было приятно. Это говорит он в Каэлите. Но если ты сумел с правой стороны все себя организовать правильно, то слева у тебя придет ошер и кавод, и богатство придет, и почет. И главное, что пути у тебя будут приятные. То есть ты идешь по жизни, и тебе на душе хорошо, потому что у тебя есть выстроенная правильная идеология. И все тропиночки у тебя будут шалом шлымут, потому что когда ты делаешь все по торе, у тебя все сходится, соответствует и гармонизируется. Все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодня наше занятие. Шаббат шалом, всем шаббат шалом, чтобы этот день мы посвятили служению Богу. И значит, шаббат шалом, удачи, успехов. Все.